Доброе утро! В эфире канала Россия итоговая информационная программа «События недели» в студии Руслан Жубкаев. На этой неделе в Карачаево-Черкесию с рабочим визитом прибыли председатель наблюдательного совета государственной корпорации Фонд содействия реформирования ЖКХ Сергей Степашин и генеральный директор Госкорпорации Фонда содействия ЖКХ Константин Цицын. Делегация вместе с главой республики Рашидом Тимрезовым приняла участие в церемонии награждения знаком отличия «Дом образцового содержания» многоэтажного дома в республиканской столице, расположенного по улице Красноармейская, 85. В этот же день Рашид Тимрезов и Константин Цицын подписали соглашение о предоставлении и использовании финансовых средств Государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Подробности у Алихана Лепшокова. Приятно видеть, что Карачаево-Черкесия готова досрочно реализовать программу переселения из аварийного жилия граждан. Это показывает, что республика развивается и видна динамика и по капитальному ремонту, отметил на совещании председатель наблюдательного совета Государственной госкорпорации Фонда содействия реформирования ЖКХ Сергей Степашин. Важно отметить, что власти региона уже успели переселить жильцов двух многоквартирных домов, а к концу года намерены еще с пяти, которые расположены в Узджигуте и Адыгехабле. В этой связи мы тогда ждем от вас расчетов. Если мы завершаем эту программу, то, наверное, было бы здорово, если мы в 2022 году встретили в республике, когда был бы первый субъект России, в котором нет аварийного жилища. Сергей Степашин положительно оценил качество работы и полигона ТКО. Теперь очень важно запустить вторую очередь по переработке мусора, отметил он. В данном направлении для реализации также будет оказана поддержка. Конечно, вторая очередь не хватает. Вторая очередь – это переработки. Тоже ждем от вас предложений, чтобы обратиться в Лен-Пирода к ТКО, с тем, чтобы этот оператор включился в первый субъект здесь по-настоящему с точки зрения переработки. И тоже будет делать по 22-й год. Мы всегда в Советском Союзе помните юберей, мы преподносили праздник, праздник от делу и трудящихся, и подальше. Давайте по этому пути и по этому. После церемонии подписания соглашения о досрочной реализации программы переселения граждан из аварийного жилья, глава Карачаева Черкесия Рашид Темреза поблагодарил гостей и подчеркнул, что к 2022 году, к празднованию 100-летия КЧАО, регион первым в стране подойдет без аварийного, непригодного для проживания жилья. Это будет отличным подарком к вековому юбилею. Еще раз слова искренней благодарности. Действительно, мы приложим все усилия. Мы первую программу завершили одними из первых в Российской Федерации. Понятно, что не такой большой объем жилья был, но ваше решение о том, чтобы помимо аварийного фонда, еще и закрыть непригодного для жителей фонда жилья. И мы с этой задачей обязательно справимся. И благодаря вам совместно сделаем такой хороший, замечательный подарок жителям нашей республики к юбилею 2020 года. После глава республики почетные гости возложили цветы к памятнику первого главы Карачаева Черкесии Владимиру Хубиеву. Али Ханепшоков, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. Сейчас время рекламы, а после мы продолжим выпуск. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Фонд Академия российского телевидения проводит финальные мероприятия 19-го всероссийского телевизионного конкурса «ТЭПИ-регион». Нальчик. Церемония награждения финалистов конкурса. Калуга. Заключительный этап конкурса. Церемония награждения победителей. Подробности на сайте 3w.tepi.ru В дни осенних каникул с 27 по 29 октября ГТРК «Регион Тюмень» проводит 27-й всероссийский фестиваль детских радиопрограмм «Ктенец». Под девизом «Мы внуки героев». Для участия в творческом конкурсе фестиваля приглашаются юные корреспонденты всей страны в возрасте от 7 до 17 лет. Положение о конкурсе на сайте ГТРК «Регион Тюмень». С 26 по 29 октября 2020 года пройдет 24-й международный телевизионный экологический фестиваль «Спасти и сохранить». Жюри, оценивая ваши работы в шести номинациях, определит лучшие. Всю необходимую информацию ищите на сайте ecofes.defis.yugra.ru Фестиваль «Спасти и сохранить». 26-29 октября. Роскачество тестирует качество окружающих вас вещей, чтобы вы освободились от проблемы выбора и могли посвятить себя по-настоящему важному. Мы работаем для вас. Сегодня в нашей программе большое литературное исследование на тему экстремизма. В Карачаево-Черкесии из глаз долой убирают книги, чтение которых может привести к печальным последствиям. О том, как эта работа проводится в Республиканской библиотеке имени Халимат Байрамуковой, телеканалу «Россия-1» рассказала заведующая отделом обработки Ольга Хворостян. Скажите, пожалуйста, как происходит отбор литературы по принципу, она экстремистская или нет? Вот в руках у вас что за книги? У меня в руках две книги. «Свет священного Корана». Здесь есть определенные моменты, которые выделяются как экстремистские. И «Основа ислама» автор Маудуди. Это вот из всех книг, которые у нас есть, это 10 экземпляров, у нас есть вот такая экстремистская литература. Это подается списком Минюста. Да, вот скажите, пожалуйста, а кто вообще решает литературу экстремистской или нет? Потому что у простых, например, верующих Карачаева-Черкесии скажут, «Ах, вы такая библиотека, занимаетесь тем, что коммунисты занимались, от религии людей отлучаете». Нет, мы самостоятельно этим не занимаемся. Мы занимаемся только тем, что нам дают списки именно Министерство юстиции. То есть, если получается, священнослужители, мусульманские или христианские, или там баптисты и так далее, если они против того, чтобы это было в списках, они должны обжаловать не к вам, а в Минюст? Да, обжаловать. Если они этого не делают, значит, они согласны. Да, обжаловать должны в Минюсте. Вот на сегодняшний момент одна из книг экстремистского характера, она, по-моему, на сегодняшний момент находится в работе, то есть ее объявляют экстремистской, но насколько это будет действительно подтверждено, чтобы сейчас не озвучивать, поэтому мы как бы отслеживаем по спискам два раза в месяц примерно мы можем отслеживать вот эти списки. То есть, получается, если книга была экстремистской, то если кто-то обжаловал и суд примет обратное решение, она может быть реабилитирована? Она может быть реабилитирована, то есть из списков она может уйти, а если не реабилитирована, значит, она попадет в эти списки. И, соответственно, если вот, допустим, вот эти две книги, они попали в этот экстремистский список, они у нас находятся в фонде только на особом режиме хранения, то есть мы можем хранить их в сейфе, мы можем выдавать их читателям, если это будет по требованию, допустим, человек пишет докторскую диссертацию, кандидатскую диссертацию, он должен написать заявление на имя нашего директора, указать, значит, основание, для чего он хотел бы вот эти книги взять, для какой работы, и обоснованно он может заниматься только здесь, в стенах библиотеки. А вот сейчас мы об этом подробно поговорим, я хочу остановиться. Вот когда вы берете список запрещенной литературы, вы вообще ее читаете? Какое место запрещено? Вам вообще любопытно, что там такого делается? Вы знаете, в общем-то, любопытно, да. А вот что бывает такого, что может быть даже у вас, ну не работника библиотеки, как рядового читателя, вызывает интерес, ну образованного читателя? Ну, вы знаете, вот, допустим, вот эти две книги, да? Да. Ну, и основа ислама и ответ священного Корана. Есть определенные моменты, значит, когда, ну, это арабское, да, получается, как бы на арабском языке, и, ну, трактовка перевода. Возможно, что, может быть, это неправильно переведено, на, допустим, вот русский язык, когда мы можем вот так открыть, и вот, допустим, какую-то ссору прочитать, да? Я могу ее прочитать, ну, я, на мой взгляд, как бы обывателя, я могу сказать, что, ну, ничего здесь такого особенного нет, чтобы я сказала, что это экстремизм, и, в общем-то, этого надо опасаться. Давайте еще раз подчеркнем для наших зрителей, что о том, что литература экстремистская или нет, решайте не лично вы, не директор библиотеки, это Минюст Российской Федерации. Это Минюст Российской Федерации. На основании решения судов. Да. Списков у нас достаточно много, и мы отслеживаем все эти списки, соответственно... А вы можете показать эти списки? Вообще много ли литературы? Литературу, что выявили мы? Да, 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 вот вообще... То, что выявили мы, это где-то 10 экземпляров, именно что находится в нашей библиотеке, но я хотела бы отметить вот такой момент. Давайте. Мы возвращаемся к старым спискам, допустим, 2012 года. Почему? Потому что ранее они не так грамотно были поданы нам, для того, чтобы мы могли отслеживать у себя в фонде. А вы можете вообще показать списки, пусть даже 2012 года, чтобы вообще посмотреть, много ли вообще чего? Может, у меня книжка какая-нибудь есть? На сегодняшний день это уже где-то 5084. А у вас есть эта какая-то папочка? Ну, вот здесь мы отслеживаем нумерацию, пишем, что мы, значит, какие позиции мы отслеживаем, и есть ли у нас по этим позициям литература или нет. Ну, вот это примерно из последних есть списков. А так вот уже две папки материалов, которые вот мы отработали, посмотрели. То есть более 5000 позиций? Более 5000 позиций. Запрещенная литература есть. То есть получается, так как мы в основном живем с пребладой мусульманского населения, то это не против мусульман делать? Нет. Просто вот, как я вам сейчас сказала, что это, наверное, может быть какой-то перевод. Произложение семи периодов церкви, 324 страницы. Теперь скажите, пожалуйста, вот вы изъяли своих фондов, но прежде у меня возникает вопрос, а как они могли к вам попасть? Ну, в тот момент они, наверное, не считались экстремистскими, поэтому, соответственно, конечно, не от экстремистских... Вот книжка какого это года, вы меня просите? 93-го года. 93-го года. Ну, вот посмотрите, издательство Москва выпускает, поэтому, ну, как бы она выпущена соответствующая, имея все данные, которые должны быть на книге, поэтому... Ну, в лютые 90-е годы могу все что угодно издаваться. Да, такого не возникает. То есть, получается, если у кого-то дома есть вот такая книжка, то она экстремистская и запрещенная, лучше ее дома не держать. Ну, в общем-то, да. А скажите, пожалуйста, вот когда книги вы находите, вы их сжигаете, выкидываете, что с ними происходит? Вот мы их оставляем в фонде, просто мы с полок убираем. У вас есть специальный дамиль ящик? Вот каталог, с помощью которого мы работаем, то есть отслеживаем все наши вот такие источники экстремистского содержания и, соответственно, значит, убираем информацию о них, вот отсюда можем убрать, и, соответственно, значит, мы убираем из полок. Но если читатель захочет, он ее все равно найдет. Если ему это надо, необходимо по какой-то работе. Ну, вот смотрите, прихожу я в библиотеку и говорю, уважаемая, хочу почитать такую книжку. Как это происходит? Вы спрашиваете, я представитель правоохранительных органов, мне это для оперативной работы нужно. Может быть, я студент, юрист, пишу курсовую дипломную работу или пишу диссертацию. Как вы поймете, кто я такой? Мне удостоверение надо показать. Официальное направление от научного руководителя. Да, от научного руководителя обязательно. И заявление на имя нашего директора. Для того, чтобы поработать с этой литературой. А можно задать такой вопрос? Раз литература запрещена, естественно, она в списках и в правоохранительных органах находится. Если я даже как студент прихожу писать эту работу, не будет ли потом информация от вас передана в правоохранительные органы обо мне, как о человеке, интересующемся экстремистской литературой, пусть даже в научных целях? Нет, конечно. Потому что это должна быть, соответственно, озвучена та работа. Потому что сопоставление каких-то фактов идет. Поэтому я так думаю, что это не будет. А правоохранительные органы проверяют в списке, кто читал? Ну, правоохранительные органы просто проверяют, как мы работаем с этой литературой. Если мы хорошо работаем со списками, аккуратно изнимаем эту всю литературу, соответственно, делаем пометки, что это экстремистская литература, и в том числе федеральные органы наши и прокуратура. А вы можете показать место, где это у вас все хранится? Ну, это можно показать. Это в сейфах. Мы продолжаем исследовать экстремистскую литературу. В тайные сейфы республиканской библиотеки спрятаны книги, которыми забросали наше общество вместе с развалом Советского Союза. И мой коллега Руслан Каркмазов с библиотекарем Ольгой Хворостян обсудили вопрос необходимости сегодня цензуры. Далее речь пойдет о умственной безопасности. Значит, у вас книги сохранятся в специальном сейфе. Давайте, пожалуйста, его откроем. Аж интересно, что у вас там есть. В специальном сейфе, значит, у нас вот это количество книг. Давайте повернемся лицом к телеоператору, чтобы он нас мог увидеть. Так, вот Геббельс, последние записки. 93-й год. Ну, я так думаю, что вот эти книги попали именно в смутные 90-е годы. Ну, 90-е годы, да. Раньше это не казалось, как бы не обращали на это внимания. То есть считали, что это свобода слова на самом деле, это экстремизм? И сказать, что свобода слова, возможно, что раньше работала такая организация, как ЛИТО. Потом в последнее время их не было. Ну, а потом вот с 12-го года где-то начал работать Миньюз. А вот эти списки, пожалуйста. Вот они попали. Вы все-таки же давно работаете в библиотеке и в Советский Союз, помните, Россию. Да. Вот нужно ли вводить не цензуру, а хотя бы фильтр какой-то? Ну, фильтр, конечно, надо. И цензуру можно вводить, и фильтр надо вводить. Почему? Потому что, ну, это действительно, как бы, в чем-то читателю бы нашему бы и не надо бы это все знать. То есть это, ну, может быть, для каких-то умов это хорошо, а для кого-то, возможно, что это будет какими-то не очень хорошими последствиями. То есть, получается, если коронавирус сейчас это биологическая война, то вот такие книжки это литературная война? Да, возможно, что это литературная война. Ну, вот книжка, вроде ничего особенного, «Секрет семейного счастья», да? Так, а почему ее признали? Кто ее тут издал? Это, видимо, вот секта, как и евангелистов, они ее издают, они очень много литературы издают. Тоже 96-й год. Да, они запрещены. Вот видите, какие красочные моменты здесь такие. Вот мы оператору покажем. Все вроде хорошо, все друг друга любят, а на самом деле семья под давлением. Даже вот пишет «Сегодня, как ни печально, семья меняется не в лучшую сторону». И вот так вот секреты всякие раскрывать. Ну, вот смотрите, жизнь, как она возникла. Ну, казалось бы, что здесь должно быть экстремистского? Ну, значит, что-то тоже есть. И надо читать, чтобы посмотреть это из той же серии. О, боже мой, застольные разговоры Гитлера. Да, что такая книжка есть. А она, когда к вам попала, тоже 93-й год? Тоже 93-й год. То есть все-таки все, кто разваливал советскую власть, они обеспечили нас соответствующей литературой. Так получается? Получается так, да. А еще что у вас есть? Самый великий человек, который когда-либо жил. Это о ком? Это тоже о человеке. Разные притчи. Это тоже религиозное содержание. Иисусы и астрологи, бегство от тирана, рождение Иисуса где и когда. Это тоже, ну, это два экземпляра одинаковых просто. Это все было у нас. Усмотрение администрации мы можем, допустим, их убрать из фондов полностью. Ну, пока не убираем. А положа руку на сердце, скажите, пожалуйста, ну вот с 2012 года ведется реально контроль и фильтр того, чтобы не засорялись мозги людей. Ну, в научных целях или в правоохранительных. Кто-нибудь вообще приходил в Карачаево-Черкесе, интересовался этими книжками? Ну, пока никто не интересовался. Может, курсовой диплом написали? Нет, пока нет. Пока никто не интересовался. Ну, в общем-то... Вы хорошо их храните. Мы их хорошо храним. Большое литературное исследование продолжим после рекламы на телеканале «Россия-1». Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Фонд Академия российского телевидения проводит финальные мероприятия 19-го всероссийского телевизионного конкурса «ТЭПИ-регион». Нальчик. Церемония награждения финалистов конкурса. Калуга. Заключительный этап конкурса. Церемония награждения победителей. Подробности на сайте 3w.tepic.ru В дни осенних каникул с 27 по 29 октября ГТРК «Регион Тюмень» проводит 27-й всероссийский фестиваль детских радиопрограмм «Ктенец». Под девизом «Мы внуки героев». Для участия в творческом конкурсе фестиваля приглашаются юные корреспонденты всей страны в возрасте от 7 до 17 лет. Положение о конкурсе на сайте ГТРК «Регион Тюмень». С 26 по 29 октября 2020 года пройдет 24-й международный телевизионный экологический фестиваль «Спасти и сохранить». Жюри, оценивая ваши работы в шести номинациях, определит лучшие. Всю необходимую информацию ищите на сайте ecofest.fiz.yugra.ru Фестиваль «Спасти и сохранить». 26-29 октября. Роскачество тестирует качество окружающих вас вещей, чтобы вы освободились от проблемы выбора и могли посвятить себя по-настоящему важному. Мы работаем для вас. Далее в нашем большом литературном исследовании на экстремизм речь пойдет о том, что жители Карачаева-Черекеси не выкидывают книги, а дарят библиотекам. А вдруг среди этих книг окажется запрещенная литература? Будут ли библиотекари обращаться в полицию или ФСБ? Скажите, пожалуйста, если я простой обыватель, вот после того, как посмотрит наш с вами эфир, и он задумается, а может ли у меня тоже дома какая-нибудь литература такая экстремистская есть или признана экстремистской, и от греха подальше может он сжечь захочет, уничтожить и так далее. Где вообще можно понять, литература является экстремистской или нет? Потому что вот вы сказали, что на сегодняшний день более пяти тысяч наименований. Там же ведь заблудиться можно. Ну, в общем-то, можно, конечно. Но если обыватель захочет, он будет смотреть вот это все. А то, что, допустим, вот нам за последнее время достаточно много приносят, как бы люди не хотят выбросить книги, приносят нам, вот здесь мы очень серьезно все отслеживаем. Если мы хотим что-то взять для себя в библиотеку, значит, мы обязательно должны просмотреть эту всю литературу. А бывает, что люди приносят, а там вот выявляют экстремистскую литературу? Бывает. Один раз было. Больше пока не было. Но однажды было. И человек не знал, что это литература экстремистская? Нет, конечно. И причем эта книга была, по-моему, 2018 года. Даже такая свежая? Да. Даже такая свежая. Почему? Потому что человек уезжал и принес нам достаточно большое количество литературы. И когда мы это все смотрели, то есть отбор делали для фонда, мы выявили вот такую книгу. Почему? Потому что внимательно смотрим, работаем со списками. И когда работаем, то, конечно, уже, в общем-то, как бы в памяти откладывается что-то. И вот мы... А у меня такой вопрос. Если, допустим, куда-то переезжаю или дома ремонт делаю, ну и хочу избавиться от вот таких книг, думаю, ну что они пыль будут, подарю библиотеку. Если вдруг там выяснится какая-нибудь книжка экстремистская, вы ее примите на баланс и в сейф засунете, положите? Или же напишите куда-нибудь, вот пришел такой товарищ с книжками, а у него такая... Потому что, знаете, я почему спрашиваю? Чтобы люди не боялись приносить книги, что кто-то настучит на них. Все-таки мы страна, пережившая 37-й год. Ну да, нет, люди не боятся приносить, потому что приносят, в общем-то, не каждый хочет себя афишировать, они себя не афишируют. Просто мы хотим подарить библиотеке. Все, и вы паспортных данных не спрашиваете? Нет, мы паспортные данные не спрашиваем, поэтому отбор делаем самостоятельно и уже вот в ходе этого отбора бывает, что выявляем. Ну, пока только один такой случай у нас был. А давайте немножко отвлечемся от экстремизма. А вот когда люди к вам приносят старые свои книги, бывает что такое интересное, ценное? Бывает, конечно. Но раньше это было гораздо чаще, чем это сегодня. Может быть, люди начали ценить старые книги? Люди начали ценить то, что старые, они все равно ценят. Ну, а то, что у нас, допустим, за периоды существования, большого периода существования нашей библиотеки, конечно, у нас достаточно много литературы тех годов. Поэтому единственное, что мы стараемся взять на баланс библиотеку, это классика. Потому что это всегда надо, это всегда спрашиваемое, и это будет пользоваться способом библиотеки. А среди классики было ли такое, что вроде читали, вроде классика была, а потом экстремистская литература вдруг стала? Нет, такого не бывает, конечно, чтобы это стало экстремистской литературой. За последние вот сколько лет мы это делаем, конечно, такого у нас никогда не было. Вот смотрите, литература, которую мы сегодня смотрели и в сейфе вы нам показывали, это про Гитлера, про Геббельса, христианская, мусульманская литература, ну, точнее, относящаяся якобы к этим религиям, но ничего общего с ней не имеющая. А бывает такая литература, или может быть газетные публикации, может быть песни-пляски, какие-нибудь сайты, которые вы тоже курируете и вносите в себе на баланс, потому что они запрещенные, где что-то плохое говорят о народах Карачао-Черкесии. Есть у вас такие факты? Нет, таких фактов у нас не было. В основном, если идет вот такая, значит, информация, как бы я сказала, там не только издание, просто информация идет, это идет информация, в общем-то, о лицах кавказской национальности, не четко, допустим, это Карачао-Черкесия, но это в основном вот средняя полоса России. Вот почему-то, да, сколько бы мы ни смотрели, вот мы вот это все видим. Поэтому вот эти сайты и какие-то листовки, ну, это касается, в общем-то, чисто национального вопроса, но не Карачао-Черкесии. А скажите, пожалуйста, вот была книжка, которая имела достаточную популярность, называется именем ВЧК, которую потом Генеральная прокуратура России признала экстремистской. А она у вас где хранится? Или она еще до вашей библиотеки не дошла? Нет, у нас эта книга была, но я вам хочу сказать, что в списках экстремистской литературы она не проходила. Но под запретом прокуратура находится. Ну, вы знаете, прокуратура одно время очень сильно интересовалась этой книгой. У нас даже брали для работы, кто-то из прокуроров брал, но это было очень давно, и более к этой теме никто не возвращался. Поэтому у нас эта книга по минимуму есть, но она находится точно так, вот как экстремистская литература, вне полок. Хотя по списку экстремистской литературы она у нас по минюсту не проходит. В Карачао-Черкесской республиканской библиотеке имени Халимат Байрамуковой готовы оказать помощь бдительным родителям, бабушкам и дедушкам. Если кажется, что дети или внуки читают какую-то неклассическую литературу или есть подозрение, что книга портит юного человека, то можно тайно прийти в библиотеку и узнать, относится ли подозреваемая книга к экстремистской литературе. Получается, когда человек к вам приходит в научных целях или в правоохранительных целях, он должен заполнить такое заявление и получить эту книгу. Так, значит, прошу мне выдать указание книги, и самое главное, он должен сказать, я предупрежден, что данное издание внесено в федеральный список экстремистских материалов и не подлежит массовому распространению. То есть он должен прочитать и никому не рассказывать. Никому не рассказывать. Вот, смотрите, возвращаемся к книге имени Мвачака, очень такая знаменитая скандальная книга, 1988 года. Тут речь идет о том, о том, как кратчайцы якобы уничтожали еврейских детей в Тиберде. Вот, теперь скажите, пожалуйста, вот в 1988 году она поступила в библиотеку. Когда ее начали изымать по запрещенному списку? Ну, запрещенного списка как такового не было. Просто изымалось большое количество этих документов, а сказать на основании чего, в общем-то, таких документов я не нашла. Больший прокурор Карачаево-Черкесской автономной области Бутурлин писал обращение в прокуратуру, где он сказал, что все, что в книге написано, как Карачаевск, это все неправда, и это является экстремистской. И вот на основании, получается, вот этого решения прокуратуры вы начали изымать из доступа? Это было в 1993 году, в 1992 году, скорее всего. Поэтому документы, на основании чего эти книги были изъяты, у нас в документах и библиотеке нет. А сейчас она в каких-либо списках значится, эта литература? Нет, в никаких списках экстремистской литературы, минюста, она не значится. Теперь скажите, пожалуйста, много ли таких экземпляров книг еще может гулять по Карачаево-Черкесии? Если вот в 1988 году, вот я оператору покажу, была издана книга тиражом... Тиражом, а где тут тираж? Тираж на обратной стороне книги. Простите. Тиражом 20 тысяч экземпляров. Это было очень много. Для Ставропольского края? Ну, да. Для Ставропольского края она была, конечно, издана вот таким тиражом. Но насколько сейчас где-то... Единственное, что я могу сказать, она, скорее всего, может быть в частных каких-то... Коллекция. Коллекция, да. Она может быть. Ну, если даже эта книга, которую прокурор бывший Карачаево-Черкесии признал несоответствующей действительности, но так как она нет в списках экстремистской литературы, то хранить такую книгу дома, это... Ну, вы знаете, это не преступление, а, в общем-то, это личное дело, наверное, каждого, раз экстремистская литература, она не проходит. Поэтому это, я так думаю, что дело каждого. Хранить у себя или не хранить, наверное, это не преступление. — Скажите, пожалуйста, вот вообще люди часто ли интересуются вот такими подобными книгами, как о Гитлере, о еще каких-либо таких вот интересных персонажах истории? — Нет, в последнее время, в общем-то, они интересуются. Таких запросов нет. В общем, чисто историческую литературу спрашивают, а именно, чтобы Гитлер и его, в общем-то, время правления особо сильно не спрашивают. — Когда я приходила... — Покажу к вам библиотеку. Кроме книг, естественно, наш мир полон и другими видами искусства. Может быть, картины, песни, танцы и так далее. У вас есть вообще какая-либо информация? Может быть, какие-то запрещенные песни есть? — Есть какие-то ансамбли, вокально-инструментальные. Ну, в общем-то, есть какое-то запрещение такое. У нас нет, в общем-то, таких альбомов, нет нотных изданий. Вот тех ансамблей, которые идут у нас по спискам экстремизма. И, в общем-то, мы что отслеживаем, конечно, стараемся это все блокировать. — Есть ли запрещенные какие-либо песни? Например, Тимур Муцураев. Вроде он запрещен. Вы можете об этом рассказать читателям? — Ну, мы можем рассказать в плане чего. — Ну, показать список, да. — Списки, да, есть. Но у нас нет этих кассет, нет его творчества, да, в библиотеке. Поэтому мы о нем не говорим. Единственное, что, возможно, кто-то спросит, а мы можем дать ответ. У нас таких дисков нет. — А можно такой вопрос? Вот представьте себе, я бабушка, и вдруг, думаю, внук чем-то не тем занимается, не то читает. Я могу как-то тайно, сейчас у многих бабушек есть телефоны, сфотографировать записи, принести и вам сказать, милая моя, а это вообще что за литература? Экстремистская или нет? Может быть, мой внук какие-то экстремисты записался, и я тут беспокоюсь? — Можем, конечно, проверить. Мы можем просто открыть и проверить те данные списки, которые у нас есть. — А ответственным бабушкам вы можете сказать «Добро пожаловать». — Да, «Добро пожаловать». Мы можем, в общем-то, отследить и сказать, есть ли это в списке экстремизма или этого нет. — То есть, получается, библиотека сейчас это не только книгохранилище, но это еще такой шикарный информационный ресурс, который социальную работу проводит. — В общем-то, да, мы это все проводим, поэтому мы можем сказать, что какие-то вот такие интересующие вопросы и бабушек, и дедушек, и родителей, мы, конечно, можем дать на них ответ. Но насколько он будет удовлетворять, это тоже трудно сказать. — Да, по крайней мере, бабушка-то узнает, что ее внук слушает не то. — Можем, да. — И пошел по наклонной. — Да, мы можем сказать, это находится в этих списках или нет. — Скажите, пожалуйста, еще такой вопрос. В последнее время, в связи с тем, что уже сочинался фильтр, о котором мы рассказывали внизу в вашей библиотеке, что бы вы еще отфильтровали бы, вот если бы у вас государство спросило бы, кроме вот экстремистской литературы. Может быть, есть такая литература, которая не экстремистская, но, может быть, не развивает человека. — Ну, в общем-то, за последнее время... — Вот представьте себе, к вам пришла невестка, у которой у вас внуки есть, и вот что бы вы своей невестке сказали бы, что нельзя давать ребенку читать, чтобы он, простите меня, интеллектуально развивался? — Я бы сказала, что, прежде всего, необходимо читать то, что читали мы, в принципе. Потому что та литература, и те сказки, и те книги детские, они были, ну, более, как бы сказать, на ум человека положительно влияли. — А вот сейчас, допустим, вот ваша невестка, можно сказать, конечно, вас советская власть заставляла читать там Пушкина и так далее. Вот вы, как опытный работник библиотеки, скажите, пожалуйста, те сказки и произведения, которые вы читали в советское время, читали ли их до революции? Ведь Пушкин же был до революции, но был ли он таким популярным? — Я думаю, что был. — То есть вы советуете читать Пушкина? — Да. Я советую читать и Пушкина, и то, что было, в общем-то, на советском, постсоветском пространстве. Почему не читать? Это все было хорошее, это было все, в общем-то, для ребенка, как бы для его ума, ну, составлено грамотно, составлено красиво, написано красиво. Ну, я понимаю, это так. — И последний мой вопрос. Естественно, понятно, чтобы ребенок не стал экстремистом, надо прежде всего Пушкина читать. — Пушкина и кроме Пушкина много чего надо читать. — Толстого, например. А у меня другой вопрос. Посоветуйте, вот как, что бы вы посоветовали бы своей невестке, как заставить ребенка читать? — Ну, во-первых, ему не заставить надо, ему просто надо читать. Ему не надо заставлять. Ему надо читать вот с того момента, когда он начинает понимать хоть что-то, ему надо читать. И его заставлять потом не надо будет. — И он сам захочет? — Да. Я думаю, что он захочет, потому что он будет эту книгу видеть изначально. Вот он растет, он взрослеет, он видит эту книгу. — То есть, своим личным примером надо? — Ну, конечно, потому что читать надо, надо с детства начинать читать. — Получается, если ребенок не хочет читать, виноваты родители. Не школа, не общество, а родители. — Начинается все с родителей. Потом начинается с детского сада и так далее. Мы, в общем-то, шагаем от младенческого возраста. Если ребенок слышит речь родителей в прочтении какой-то книги, то это замечательно. — Спасибо вам большое. — Пожалуйста. — Сегодня день работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Жители и гости Москвы теперь могут познакомиться с уникальными возможностями для всесезонного спорта и отдыха в прекрасных местах Карачаева-Черкесии. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы согласовал карты «Тройка» и билеты «Едины» с тематическим рисунком, посвященным достопримечательностям нашей республики. Карты и билеты можно приобрести на всех станциях московского метро. Это вся информация, подготовленная нашими корреспондентами к итоговой программе событий недели. Я благодарю вас за внимание. Удачного выходного дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова